Неприкосновенный городской капитал. Сегодня для журналистов провели экскурсию по обновленным городским пространствам. Работы там сейчас идут полным ходом. Речь о набережной Качи, берегах Зеленой Рощи и участках около Енисея, неподалеку от Октябрьского моста. Долгие годы эти места даже обжитыми назвать было сложно. Что появится на когда-то диких и не самых удобных для горожан местах, а главное когда, расскажет Денис Козлов. Меня зовут Света, но и сегодня с вами еще поработает Сергей Васильевич Еремин, которого мы встретим на первой точке. Начинается все как обычная прогулка на автобусе по достопримечательностям, только экскурсовод из пресс-службы. Едем на набережную Качи, там работы идут еще с 20-го года. От Речного переулка до Белинского создается единое пространство с тротуарами, уличной мебелью, почти 3 километра променада. Место для пешеходов расширят постройкой деревянных балконов, там где проезжая часть близко. К слову, набережную назвали в честь бывшего мэра Петра Ивановича Пимашкова. Едем дальше. Экскурсоводом на этот раз становится действующий градоначальник. Прошлая неделя была пляжная, это будет у нас фитнес по Красноярским набережным и элементам парковых колец города. Держим путь к Зеленому берегу. Так теперь называется место вдоль проспекта Ульяновский в Зеленой Роще. Слушаем, каким оно будет. Вот если посмотреть, створ моста планируется вот в этом месте. Вот как раз створ Комарова, выход непосредственно на дальше. Набережную в Зеленой Роще, наверное, благоустроенной трудно назвать, однако с подвижки видны, практически если на 360 градусов поворачиваются, везде кипит работа. Тут будет сразу несколько зон для тихого отдыха, пешеходов, велодорожки, места, где заняться спортом. Для понимания вот это вот променад у нас в Зеленой Роще, ну а чуть правее, это уже будущие велодорожки. Собственно говоря, километраж неплохой, ну как минимум трешка. Будет и специальная тропа для бега, но предусмотрены и свои фишки. Из телевых изысков две такие вот масштабные качели у нас намечаются в Зеленой Роще. На самом деле и вид неплохой открывается на весь остров Таташев, но главное, чтобы любители экстрима сильно не раскачивались, а то обрыв больно близко. Снова в путь, далее Ленинский район, участок набережной недалеко от Октябрьского моста. Тут рука человека благоустраивать взялась впервые, зато когда приступила, то получилось место не похожее ни на одну локацию в городе. Для понимания три яруса у нас здесь будет, понятно верхний уже показывали. Далее спускаемся вниз, вот еще один, третий, деревянный, ну и наверное можно отнести и к четвертому, это галька, камушки, ну и близость Енисея. Помимо уже обязательных пандусов, чтобы красота была доступна действительно всем, у каждой из благоустраиваемых локаций есть свои особенности. Здесь, ну я считаю, это Зюмкино, это наша ладья, которая является смотровой площадкой, в которой будет открываться вид на нашу реку Енисей. Также у нас, да, действительно, у нас все малархитерные формы выполняются из лиственницы, материал, который долговечен. Что касается Ульяновского, есть там сабутинные площадки, у нас там четыре площадки, это две спортивные, это для соседей малого возраста и постарше, воркаут, уже где могут заниматься на турниках, там такое кольцо у нас из бюджетки выполнено, и песком будет засыпаться, там будет у нас типа корабль, ну такие вот интересные вещи. Большую часть работ закончат в августе. Понятно, что это десятки миллионов рублей за каждую такую зону. Тем не менее, концепция паркового кольца, о которой долго говорили власти, наконец обретает форму. Оценивать, как вышло, конечно, горожанам. И мы должны четко понимать, кто здесь главный. То есть это, как это, я всегда говорю, я не хочу в городе видеть дома, дороги, развязки, инженерные сооружения. Я в городе хочу видеть людей. Вот кто главный? Человек. Это город, это вот инженерка, это дома и так далее. И если мы не будем это сдерживать, вот такими вещами, то кто мы будем в этом городе? Для кого мы этот город будем делать? Экскурсия подошла к концу, сгущаются тучи. Но даже если пойдет дождь, смыть такое наследие, набережные, променады, общественные пространства, которые строили 4 года, вряд ли выйдет. Денис Козлов, Павел Ивановичский, 7 канал. Денис Козлов, Павел Ивановичский, 8 канал.